Девушки отдыхают Их выбрать, чтобы и теплые, и удобные нигде не давили и долго носились Иногда после теплых колготок кожа на ногах краснеет, такое раздражение, почесывание Да-да-да, на самом деле это аллергическая реакция, которая может быть как на натуральный материал, так и на синтетику И неправильно подобранные колготки, которые не соответствуют всем требованиям, могут вызвать дерматит И это может привести к серьезным заболеваниям Но и в целом колготки с высоким содержанием синтетики могут вызвать грибковые заболевания, могут вызвать даже инфекции мочеполовых путей Ты знаешь, была подобная история у моей подруги, она носила колготки, у нее был грибок на ногтях Врач прописывает лекарства, она принимает эти лекарства, которые в подобных ситуациях помогают Но на нее они не действуют, ситуация не улучшается Как только она перестала носить подобные колготки, с теми же лекарствами грибок прошел благополучно Ну у нее, наверное, нейлоновые были колготки, и вот от нейлона иногда такое бывает Во-первых, синтетические колготки после каждого применения необходимо стирать Во-вторых, синтетика создает парниковый эффект, через синтетику не проходит влага, нарушается влагообмен И, конечно же, в этих условиях могут возникать различные грибковые заболевания И они там себя очень комфортно чувствуют, особенно зимой в теплой обуви Мы провели ряд экспериментов, разберемся с тем, какие виды теплых зимних колготок существуют, какие плюсы и минусы они имеют Теплые колготки бывают в трех воде Натуральные, синтетические и с комбинованным складом С какого материала колготки завжди вказано на упаковке или на ярличке Каждый имеет свои преимущества и недолики, которые мы объясним с выпробованием танцевой Если колготки выдерживают сложный танцевальный тест, в обычных условиях тем, что не создадут проблем На каждом этапе эксперимента девчата танцевают в определенном виде колготок Этап первый. Тестуем колготки с натуральных тканин Випробование началось Разминку вытремали на отминку, а уже через 15 минут начинается настоящая борьба за комфорт Колготы сповзают, скручиваются, кусаются Тренение под загрозой взрыва Еще полгода и девчата сдаются Випробование для натуральных закончено Как танцевали в колготках с бавовной? Колготки мне мешали, они все время сползали на коленках Резинка не держится на талии, постоянно приходилось ее поправлять Дискомфорт был, где швы Все время натирала И немножечко такое было ощущение, что что-то мне мешает После каждого движения приходилось поправлять колготки Они отвисали на коленях, поэтому я отвлекалась, постоянно подтягивала наверх, чтобы продолжить тренировку Отвлекается и, конечно, жарко Че сручно в колготах шерсти Мне было ужасно неудобно танцевать в этих колготках В этих колготках очень жарко, они постоянно колят ноги, сползают в стали, постоянно перекручиваются, их нужно поправлять Они так скрутили, что оставили след от резинки на моем животе Но тренирование должно происходить Этап второй Колготки синтетичных материалов Кілька рухов и первые жертвы От первого стрибка появляются дырки На первой минуте я сделала прыжок, они у меня порвались, спустили стрелки Но даем другим колготкам другий шанс Десять минут девчатам спекотно Колготки парят и даже колются и сповзают Танцористки прекращают эксперимент Как воно танцевать в колготках за крыло? Не так чесались ноги, но тоже было достаточно жарко Постоянно сползают, особенно колени и носок Очень сильно спотели ноги Чи сподобались колготки с полиамидом? В этих колготках намного жарче Я сейчас вся мокрая Потанцевала 10 минут, такое ощущение, что час Плюс колготки они хорошо облегают тело, не сползают Минус колготки они совершенно непрочные Дырочка достаточно большая У них вообще кожа не дышит Очень натянутая И еще порвались тоже на пальцах на ногах В первых было получше И нарешті третий этап нашего эксперимента Колготки с комбинованным складом Остання надія Девчата налаштовані серйозно Взувають пуанти Балетні пози Екстремальні рухи Девчата нещадні до колготки Усі элементи відпрацьовано А жодного разу не пришлося підтягувати І це колготки з натуральних матеріалів В комбінації з синтетикою Из всех колготок это были самые удобные Они совершенно не сползали Плотно держаться на ногах Резинка не давит на живот Ну, конечно, они же тоже теплые Потому что это колготки для уже зимней поры Они не парят, выводят влагу И кожа ног дышит Они полностью прилегают по ногам Нигде не тянут, не провисают, как в предыдущих Но тренироваться неудобно В них более комфортно ходить в жизни Использовать как повседневную одежду, а не для танцев Так, колготки из натуральных материалов Одни были шерстяные, вторые хлопковые Вот так они выглядят в реальной жизни Это копии, а не те, что были на девушках В чём плюс этих колготок? Во-первых, натуральные материалы намного теплее, чем синтетика То есть это самый тёплый вариант Но мне кажется, в таких шерстяных, достаточно толстых колготочках И ножки выглядят более полными, чем обычно Ну да, да, сейчас, собственно, и увидим Я хотел бы сюда пригласить своих помощниц Екатерину и Викторию Здравствуйте Здравствуйте Так, девчонки, каково вам в тёплых колготах? Ну вот у меня, например, шерстяные колготы Они очень хорошо сели, очень тёплые Но единственный минус в том, что они колятся Они колятся Обращаем внимание на то, что шерсть действительно неплохо садится Но, с другой стороны, как все натуральные материалы Шерсть имеет такое побочное действие Они довольно быстро вытягиваются И шерстяные колготки могут кошлатиться Особенно после стирки У меня стопроцентный хлопок Когда я их надевала, плохо тянулись очень Ещё такое свойство есть пяточка Она не очень села мне по ноге Пришлось очень хорошо натягивать Ну и посмотрела на себя в зеркало То, конечно, немножко ножки полноватые Ну это за счёт трубчика Но в целом любые фактурные колготки насыщенного цвета Насыщенный то серый, либо зелёный, либо красный, либо синий Огромное количество вариантов Всегда добавляют объёму ногам Пяточка, на самом деле, очень важный момент Если стопа не подошла по размеру Если сильно её натянуть Могут даже сломаться ногти Либо, наоборот, быстрее колготки порвутся Спасибо вам большое за помощь Я думаю, что те люди, у которых аллергия Разнообразные её проявления Предпочитают как раз колготы из натуральных материалов Ну, на самом деле, на натуральные материалы тоже бывает аллергия К примеру, у Веры Брежнева аллергия на шерсть Она, соответственно, шерстяные колготы носить не может В целом, шерстяные колготки обладают В первую очередь хорошими терморегулирующими свойствами Они довольно легко выводят влагу Они не загрязняются практически Их довольно легко стирать Единственное, если это стопроцентная шерсть Конечно, она может от неправильной стирки чуть-чуть подсесть Обращаем внимание на такой момент, как резинка Видишь, она здесь абсолютно плоская И довольно широкая За счёт этого она не будет давить живот Другой момент – это швы Обращаем внимание, они тоже должны быть плоскими То есть, когда вы их щупаете Вы не должны нащупывать никаких рубчиков, находящихся внутри Потому что всё это будет жать Всё это будет, конечно же, сдавливать очень сильно И натирать Да, и к тому же, если будет достаточно облегающая одежда То будут просто видны эти рубцы через одежду Да, да, да С шерстью мы разобрались Теперь посмотрим на хлопковые колготы В силу того, что хлопок более плотный материал, чем шерсть Тяжелее добиться таких плоских швов Вот здесь мы видим, что шов Пощупай его, который идёт под резинкой Но он довольно ощутимый Да, действительно И, соответственно, если от натяжения он замнётся То будет очень некомфортно в таких колготках находиться При этом хлопок отвисает очень быстро То есть, вытягиваются коленки Может вытянуться попа Довольно легко мнётся То есть, если такие колготки просто вот так вот сложить и бросить Вы их надеваете, на них остаются все вот эти складочки О, не очень удобно Ещё есть небольшая проблема Подобрать по размеру? Трудно подобрать по размеру, потому что они не такие эластичные, как те же шерстяные Поэтому вот если лекала не пришлось, то ничего ты с этим не сделаешь Откровенно говоря, я вообще не понимаю, как кто-то может предпочитать хлопковые колготки Вот какое есть у них такое преимущество, из-за которых захочется именно хлопковые купить? Они гипоаллергенные Ни у кого не бывает аллергия на хлопок При этом хорошо сохраняют тепло В них комфортно, когда вы выходите на улицу Когда вы потом заходите в тёплое помещение, вы не запреваете просто Очень хороший идёт влагообмен И при этом это полезно как раз для людей, которые склонны к различным кожным заболеваниям То есть, это намного полезнее, чем синтетика Но при этом один из минусов, очередной минус хлопка Это если они светлого цвета, они легко красятся Могут покраситься от меха в сапогах, могут покраситься от стельки Могут покраситься от джинс И потом вы ничего с этим не сделаете Вы просто не отстираете это, к сожалению Если речь идёт о 100% хлопке Переходим к следующему виду колготок Это самые популярные на сегодняшний день колготы Из 100% синтетики Я так понимаю, что синтетические колготки по составу бывают разные Одни сползают, другие нет Основные два типа, которые мы можем выделить Это колготки с преобладающим полиамидом в составе И колготки с преобладающим акрилом в составе И я, собственно, хотел бы пригласить сюда своих помощниц снова Которые сменили колготки, надели с полиамидом и с акрилом Прошу ко мне, Екатерина, Виктория Ну, эти колготки получше сидят на ножках Видно, что они достаточно тонкие, плотно облегают Виктория, какие на вас? На мне акриловые колготки Они плохо растягиваются, сползают То есть их тяжело было надеть? Да, тяжело И они не очень теплые, мне кажется, у них будет холодно Но при этом вы чувствуете, что они теряют форму и сползают, да? Да, они удобны А у вас? Хорошо, сели достаточно, но парить, знаете, ногу парить все-таки жарковато Нет ощущения от резинки жесткости на животе? Ну, может быть, немного Немножечко, но это одна из особенностей акриловых колготок Если резинка очень жесткая и неправильно пришлась вам по размеру, то она очень сильно может перетягивать мягкий живот Спасибо вам большое, продолжаем переодеваться Итак, будем разбираться в основных свойствах синтетических колгот Начнем с полиамидом Очень хорошо надеваются, они очень хорошо тянутся Если чуть-чуть поликалу не пришлись, то их можно подтянуть выше Они плотно сидят, они не сползают, как правило Часто есть модели цельнотканые, но здесь мы видим модель со швами Они очень износостойкие, эластичные, то есть они не трутся Их легко стирать, они сохнут моментально Главное, не на батарее Ну и в носке, конечно, они сползают, это один из главных их плюсов Часто встречается модель с вставкой с ластовицей из натуральной ткани Для того, чтобы быть более комфортной Но здесь мы видим синтетический вариант Он, конечно, менее комфортен, потому что он создает ощущение запрелости легкой И в целом в таких колготках кожа практически не дышит Поэтому если вы ведете активный образ жизни Часто выходите из помещения, а потом снова возвращаетесь Вот эти перепады температур, конечно, очень некомфортны И наследники, они могут даже давать ощущение влажности Ну, вот мне кажется, это и есть причина, по которой медики говорят о том Что синтетические колготки носить достаточно вредно Да, и об этом нам расскажет врач, давай посмотрим Синтетические колготки вредны Они называют так называемый парниковый эффект Повышенная влажность, губительная для кожи Она провоцирует возникновение инфекционных заболеваний Таких, как микробная экзема А также провоцирует возникновение грибковых заболеваний кожи и ногтей Все микроорганизмы обычно в маленьком количестве Становятся условно-патогенными Это проявляется прежде всего поражение ногтей Шевушение кожи стоп Это расслоение ногтей Натуральные колготки не вызывают парникового эффекта Второй тип синтетических колготок? Акриловые, они обычно чуть дешевле, чем полиамидные Но их очень любят производители, потому что им легче сообщать цвет И за счет этого можно делать различные модные варианты Многоцветные, прокрашенные, с принтом и так далее и тому подобное Вот ты можешь даже ощутить, что они намного хуже тянутся, чем полиамидные То есть они менее эластичные И соответственно их тяжелее будет посадить Если не очень удачно пришлось лекало, если длина ноги не соответствует Если следик неправильно подобран, если нога нестандартного размера То все это, конечно, дает свои какие-то минусы Плюс, опять же, в них тоже кожа не дышит и тоже в них не очень тепло Синтетика Есть еще какие-то советы для женщин, которые носят именно такие синтетические колготки? Если вы все-таки решились носить на 100% синтетические колготы Потому что они вам нравятся, вам в них комфортно В любом случае, придя домой, сразу же снимайте их Дайте возможность ногам немного отдохнуть, восстановить влагобаланс Во-вторых, такие колготки обязательно нужно стирать после каждого применения Ну плюс в том, что они довольно легко переносят стирку Их можно просто замочить в теплой воде, на некоторое время достать, развесить И за ночь они высыхают, как правило И обязательно под такие колготки надевайте нижнее белье из натуральных тканей Чтобы не создавать эффект двойного парника И прямо сейчас мы узнаем, какие колготки оказались идеальными Рассказывай скорее, Рома, в чем секрет успеха этих идеальных колготок? Секрет в составе Это колготки с комбинированным составом Здесь присутствуют натуральные материалы из синтетика И правильная пропорция, собственно, и обуславливает их сверхсвойства Я хотел бы сюда пригласить своих троих помощниц Екатерину, Викторию и Наталью Уже и третья расцветка представлены белые колготы И смотрится, по-моему, одинаково хорошо, независимо от цвета Ножку облегают, эластичные Как ощущения? Мои колготы комбинированы с шерстью Они очень хорошо сели, теплые, удобные, мне все нравится Они комфортнее, чем те 100% шерстяные, которые вы пробовали до этого? Да, со всех трех видов они самые удобные и самые комфортные По одеванию легко ли их надевать? Очень легко, и они не сползают, вот, и я думаю, в них будет тепло У вас что? Да, у меня комбинированные с хлопком Как бы, конечно же, чувствуется разница Очень комфортно, удобно По ноге отлично сели, не сползают Ползают, уверенно себя чувствую А у вас такие замечательные, модные белые Это с чем? Колготки из вискозы А насколько комфортно в них находиться? Эти колготки очень хорошо сидят Их удобно одевать, и они теплые Спасибо вам большое, девчонки, за помощь Да, действительно, и внешне, и по составу весьма удачные колготки Но я так поняла, что здесь, возможно, полное разнообразие состава Видишь, во всех колготках присутствует эластан, либо микрофибра Эластан и обуславливает их комфортную посадку Достаточно 2-3% для того, чтобы колготки легко тянулись и хорошо сидели на ноге При этом, обрати внимание, присутствует полиамид Это тоже эластичный материал, о котором мы раньше говорили Нежелательны колготки с акрилом Акрил, эластичность эластана может свести практически на нет И обрати внимание, у нас в третьих колготках также присутствуют лайкра и микрофибра И тот, и другой компонент Лайкра обуславливает эффектный вид колготок Они сидят просто как вторая кожа При этом имеют бархатистую, такую гладкую поверхность Микрофибра – это очень удачный синтетический материал Который используется активно в нижнем белье По качеству он не уступает вискозе и практически не уступает хлопку То есть это качественная микрофибра То есть это микроволокно, очень плотное, очень тонкое И оно выглядит как пружинка, поэтому пропускает влагу, воздух И при этом все три варианта довольно прочные Они не стираются на носках и пятках И вариант вот этот светлый из вискозы Даже если он немножечко покрасится от обуви Можно постирать на 35-40 градусах И ничего с ним плохого не произойдет Только что Роман Медный раскрыл правила выбора идеальных женских колготок По составу это комбинированные С преобладанием натурального материала и добавлением синтетики С содержанием лайкры и микрофибры С ластовицей, которая обеспечивает идеальную посадку и гигиеничность Еще хотел бы добавить, что для украинской зимы Оптимальная плотность – это от 70 до 250 ден Часто колготки, независимо от состава, линяют при стирке Это происходит, как правило, с акрилом И это может происходить с хлопком Полиамид имеет такую технологию окрашивания Которая практически полностью пропитывает волокно И оно не отдает уже краску Шерсть тоже, как правило, не сильно линяет Спасибо, Рома Теплые колготки зимой – это необходимость А комбинированные так просто находки Привет, Ютуб Подписываемся на наш канал И будете самыми стильными и самыми красивыми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин